Маткульт, привет! Маткульт, привет! Юрик, привет, дорогой! Здравствуйте! Ну что, вот у нас Юра Маркелов снова! Опять я, вы ждали? Да, я ждал, я ждал! И теперь мы что-то услышим интересное, я даже не знаю что. Да, сегодня я расскажу про то, как карту можно не координатами задавать землю, а словами. Вот так вот. Это даже мы посчитаем, сколькими словами нужно карту задавать. Это называется What's Rewards? Какие три слова? Вот три слова, да? Да. Вот три слова. Какие три слова? Так. Это 10 лет назад в Англии ребята придумали, что координаты в целом, когда вот записано там 45 точка, там какие-то цифры восточной долготы, вот это все, это сложно как-то друг другу передавать, запоминать, вот. А три слова запомнить проще. Ну да. Что просто три слова там английского или русского языка, нам попроще запомнить. Вот. Они взяли всю поверхность земли. Так. Вот мы посчитаем, какая она, мы ее посчитаем. Разделили. Поверхность земли? Да, давайте посчитаем поверхность земли. 500 миллионов квадратных километров по памяти. Но можно, можно... Ну мы сейчас по такой формуле посчитаем, что все знают, наверное, радиус земли, что это примерно 6400 километров квадратных. То есть еще... Нет, радиус это просто 6400 километров. Да, километров, вот. А метров это 6400 миллионов... 6 миллионов 400 тысяч. Да. Соответственно, по формуле поверхности шара, которая... Помнят, Алексей Владимирович? 4 миллионов квадрат. Помнят. Повезло. Да. Значит, формула поверхности шара... Это же производная от объема растущего. 4 третих пьер в кубе, штрих пьер. Вот и все. Как он прирастает, да? Могущество российское Сибири прирастает. А если земной шар раздувается, то площадью поверхности. Поэтому 4 пьер в квадрат. Формула поверхности шара 4 пьер в квадрат. Вот. И, соответственно, если подставить вместо r радиус нашей земли, то вот как раз вместо пи подставим троечку. Ну да, да. Мы радиус немножечко даже увеличили. 12 на 4. Ну то есть 4 на 3 на 64 в квадрате на 10 в десятый. Вот примерно так вот. Да. А это 40... Это 4 тысячи. Примерно. Да. Это примерно 4 тысячи. Но мы сейчас еще чуть-чуть уменьшим. Потому что будем только сушу, поверхность суши делать. Сушу. Да. Нам море не очень. Да. Мы поделим на 4. Потому что примерно 3 четверти поверхности земли это там вода и льды. А вот четверть это суша. 150. И еще мы поделим на 9. Потому что мы будем квадраты 3 на 3 метра. Такие малюсенькие квадраты, которые вот если бы это была земля, так бы было даже не видно. А, сколько квадратов 3 на 3? Да. Сколько квадратов примерно 3 на 3 метра. Вот можно на поверхности земли... Ну, 15 миллионов это квадратных километров... Значит, 150 миллионов квадратных километров. Так, это... 150 миллионов квадратных километров будет. Ну, это примерно... Это примерно 4... Это 4 с чем-то тысячи, да? Сейчас. Так, мы продолжаем считать... Красным, красным. А то что-то черный писать перестал. Продолжаем считать площадь поверхности земли. Вот. И причем мы хотим посчитать, сколько... Вот на площади поверхности земли квадратов 3 на 3 метра можно уместить. Чтобы мы каждый квадрат задали тремя словами. Вот. И... Вот мы считаем, что у нас есть формула площади поверхности 4πr квадрат. Угу. Вместо r подставляем радиус земли. В метрах. Примерно. Да. Вот. И, соответственно, делим на 4, потому что только сушу делаем. И делим на 9, потому что у нас 3 на 3 метра. Это значит у нас 9 квадратных метров. Ну да. Согласен, да. Вот. И, соответственно, у нас это получается примерно... Примерно получается 1,5 на 10 в 13-й. Очень похоже на правду. Ну, отсюда берется там 3... Ну, там типа 4 на 10 в кубе, и мы делим на 3 еще. Да, да, да. Примерно 1,5 на 10 в 13-й. Вот. Соответственно, если в русском языке взять... Вообще в русском языке сложно, конечно, посчитать, какое количество слов. Появляются новые какие-то слова, которые молодежь употребляет, а взрослые нет. Есть какие-то устаревшие слова, которые уже не используются. Но, например, в словаре Залезняка Андрея Анатольевича, который я очень люблю, потому что в нем, интересно, в нем с последних букв начинают. Сначала те, которые кончаются на А, которые заканчиваются на АА, вот такие потом, которые заканчиваются на БА, то есть они как бы в обратном порядке. Есть такой словарь? Да, и задумка этого словаря в том, что слова, которые примерно одинаковые формы, то есть, например, глаголы. Глаголы, они в обычном словаре стоят, ну, в каком-нибудь Ожегово, стоят вот распределенно везде. Ну да, да, да. А в словаре Залезняка почти все глаголы, да, они на Т заканчиваются, и стоят все примерно в одном месте. И, собственно, по словарю Залезняка первые вот системы, там, Яндекса, поисковые, они вот использовали вот это, и в словаре Залезняка 100 тысяч слов. Ну, из них надо убрать всякие матерные, которые вы очень любите. Мать, я, да, там, кстати, среди глаголов слово «мать» тоже появляется, да, потому что одно тоже. Ну, вот, и еще некоторые слова на букву «б». Тоже среди глаголов затесывается в силу рифм, которые здесь устроены, да. Да, ну ладно, да. Но, значит, там 100 тысяч слов, но нам хватит взять 25 тысяч слов, более, ну, которые более известные, там, которые, в которых мало, желательно не брать какие-то созвучные слова между собой, чтобы не путалось. Вот, если 25 тысяч слов взять и возвести это в куб, Да, сравнимо. То, ну, то есть это у нас получится примерно, примерно то же самое. Да, сравнимо, сравнимо, да. Вот. Да. Потому что у нас 25 в кубе – это, типа, примерно 15 тысяч. Ну, так это примерно так есть, да, очевидно, да. Это 25 в кубе – примерно 15 тысяч, и счет, соответственно, на 10 в девятый. Так и есть. То есть то же самое. Ну, а? И вот, например, если взять… Можно просто вот зайти в интернете на сайт там «What's Rewards» и посмотреть любые вот… Любые… Любой квадратик, посмотреть, как он задается. И, например, вот там, где стоит памятник Пушкина в Москве на Пушкинской площади… Да, «Твербунь Пампуш» его называют. Да, почему? «Тверской бульвар» – памятник Пушкина. А, вот так вот. 30-е годы говорить, «Твербунь Пампуш». Можно такое сокращение сделать. А можно вот в «What's Rewards» я посмотрел перед вот записью. Это будет слова… Значит, первое слово «Ошибка». Так, дальше. У памятника Пушкина на Пушкинской площади будет три слова «Ошибка», «Ромашка», «Шкурка». Вот такие… Ну, это случайные слова. Да, да, да. Супер, супер. Но всё это показывает, что возведение в степень, оно очень быстро растёт в математике. Например, если даже двойку возводить в степень, если возвести уже в какую-нибудь… 30-ю. Уже не мало. Ну, 30-ю – это уже не мало, а если возвести в какую-то сотую степень, это уже больше, чем количество каких-нибудь атомов Вселенной. Ну, атомов может быть чуть-чуть больше, да. Ну, может, тысячу там. И тысячу – это уже просто… Вот два в сотый ещё может быть не всё, но два в двухсотый уже гарантированно всё, да. И вот то, что степень, если вот… Что возведение в степень очень быстро растёт, это вот ещё один такой показатель. И даже сейчас вот это «What's Rewards?» оно используется, например, в некоторых странах, как почтовое указатель. Да! В Монголии. Вот официально можно, значит, это использовать, написать там три слова, потому что… Ну, там же… Я уже… Это я в Википедии прочитал, я уже не знаю, но… 25 тысяч – это на каком языке? Это на всех языках? Это на русском, это на русском языке. А, то есть есть у каждого языка свой отсек в «What's Rewards?» Да, да. При этом они не переводят, они не переводят, а также случайно делают. Также случайно. То есть в Австралии какой-нибудь… Ну, на ангаре, около Мильбурна будет на нашем языке что-то означает? На русском можно, да, 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 можно обозначить. Есть при этом некоторые, ну, как бы, вопросы к этой системе, например, если там в обозначении какого-то квадратных метра в какой-нибудь церкви будет там в этих трёх словах какое-нибудь нехорошее слово, там, ну, какое-нибудь будет, я не знаю, будет слово «чёрт», там, и вот это как-то оно будет по-дурацки. Вот, и поэтому критика тоже есть такого подхода, потому что цифры, они… Безличные. Да, они абсолютно случайно какие-то. А слова в шутке, у них есть какой-то контекст, и поэтому если какое-то такое совпадение произойдёт, то будет неудачно. Ой, сколько нумерологов сейчас начнём, вот скажут, что у Пушкина угадываются эти три слова. Конечно, они рифмуются, между прочим, а Пушкин-то поэт. Ошибка, а наша шкурка, да. Памятник Пушкину на Тверском улеваре. Вот, но при этом интересно, что есть же шесть ещё вариантов, как эти слова переставить, и это тоже другие точки. Но они далеки друг от друга. Очень далеки. Если там одна из них в Воронежской области, я посмотрел, а там где-то в Америке, там, да-да-да. Вот, и именно… Сам факт, что одна из них в Воронежской, это удивительный факт, потому что наша территория – это одна восьмая от суши, и что попала ещё одна туда же, уже даже странно, да? Нет, ну, если наша территория – одна восьмая, а тут шесть вариантов, ну, вроде… Ну, в общем, да, да, прикольно, прикольно, слушай. Вот, так что такой подход. Отлично. Слушай, я хочу тебя наградить за это. Это то, что ты хотел рассказать, да? Да, вот, точно. А я хочу тебя наградить задачей, которую ты сейчас со скоростным образом решишь. Так, стираем. Да. Значит, задачу, которую… Что там, кат? Да, тебе сейчас подарок, да, подарок. Задача. Вот сейчас, значит, я клянусь, что Юра никогда от меня не узнавал, ну, я думаю, что ты её и не слышал, но если вдруг слышал, ты скажешь нам. Ну, значит, тогда не вышло. Хорошо. Тогда просто разберём её. Просто разберём. Так, «М» команд участвует в турнире по футболу. Футбол, как известно, может заканчиваться победой одной команды, одной из двух команд, или ничьей. Соответственно, в турнире каждая команда играла с каждой. И, соответственно, было некоторое количество ничьих, и некоторое количество побед, соответственно, одной из двух команд в матче. Известно, что 20% точности, 20% всех матчей закончились в ничью. Ровно 20%. Ровно, вот математически точно. Всех матчей в ничью. И ровно половина всех команд не выиграла ни одного матча. Но при этом могли сыграть в ничью. Так. Не выиграла ни одного матча. Так. Вопрос. Шокирует. Чему равно «Н»? Сколько команд? Да! Ответ однозначный. Так. Ну, что сразу приходит в голову? Она не очень сложная, но вот интересно, как ты будешь решать вот с хода, да. Ну, во-первых, что у нас команд четное число. Да, капитан очевидность, да. Потому что 50% ровно. Так, это правильно. Так, отлично. А во-вторых, еще должно быть... Да. У нас они сыграют, если... Так, дальше. Если они сыграют н партий, то между ними будет н на н-1 пополам игр. Да. И, соответственно, оно должно делиться на 5, потому что у нас 20%. Я тебе помогу. Годятся все кратные 10, и все видят 10к плюс 6, чтобы просто не тратить время. Ну, понятно. Но ответ здесь однозначный. Не выиграло ни одного. А, еще есть дополнительное ограничение, что если у нас 50% команд, которые не выиграло ни одного матча, они еще между собой-то играли, и это должно быть не больше 20%, которые... Молодец! ...сыграли, значит, они должны мочь между собой все партии сыграть в ничью. Ты, правильно, значит, и так, главная мысль этой задачи... Потому что у нас эта табличка такая, можно нарисовать? Давай, давай, рисуй, я вот так поменяю, чтобы это было видно. А, сейчас. Значит, да, главная идея этой задачи, рисуй, состоит в том, что тут надо понимать, что если половина не выиграла ни одного матча, они же друг с другом-то играли все. У нас, соответственно, в каждый результат каждого матча можно, соответственно, ну, у нас тут первая, вторая, тренд-тая команда. Плюс, минус или ноль. Да, вот в такой табличке, и понятно, что, ну, по диагонали, это игра с самим собой, свои ворота, так сказать, это бессмысленно. А эти, а половина, да. Половина, потому что это первая команда сыграла с седьмой, или седьмая с первой, что одно и то же. Вот, и нам надо, чтобы половина, половина играющих, ну, например, независимо, мы же можем переставить их номера там между собой, чтобы половина игр между собой, вот такой вот, чтобы это было, чтобы они не могли друг другу проиграть, ни одна, ни другая. И это должно быть, значит, все партии в ничью. Правильно. А у нас партии в ничью не больше 20, ну, ровно 20%. Ровно 20%. Не больше 20%. Нам надо, чтобы эта часть, она была не больше 20%. А вообще так, если глянуть, то она примерно 1 четверть. Правильно. При больших Н она 1 четверть. Потому что у нас тут на такие, ну, на 4 примерно одинаковые, вот, части. Так, продолжай. Делятся. Я, соответственно, думаю, что, скорее всего, 10, что минимальное. А, или даже 6, вот, что 6 минимальное. Ну, то есть, сейчас, надо тут как-то уже аккуратнее делать. Ну, то есть, можно, наверное, привести пример на... Нужен пример. Да. Ну, нужно указать количество, привести пример. И доказать, что других количеств невозможно. Да. Значит, мы уже доказали, что это только такое или такое, либо 10К, либо 10К плюс 6. Да, в силу делимости. Я думаю, что мы сейчас приведем пример на 6, так, вот, да, что у нас первые три команды, они между собой все в ничью сыграли. Да. Так. Сейчас. Так, это все нам не нужно, диагонально. Да, ага. Вот. Нам нужно вот это, да. Сейчас, давайте другим маркерам. А давай, вот этим. Значит, итак, вот эти, да? 0-0-0. Да, это ничья. Соответственно, сейчас мы посчитаем, сколько это уже. Это 3 из всего у нас тут... Это как раз 20%. Да, правильно. То, что надо, подходит. А, соответственно, нам надо еще, чтобы мы выполнили... У нас в остальных партиях, они, значит, должны проиграть все. Правильно, всем этим должны проиграть. Каждый, каждый. Да, первый, да, вот это все. Все минусы стоят. Все поголовные минусы. А, соответственно, чтобы... А другие не могут... Да, да. Сейчас. И нам надо еще, чтобы... А, ну мы оба условия-то выполнили. Нам, соответственно... Нам только надо, чтобы ничей не было. Тут, ну, как-то плюс-минус-плюс там как-нибудь. Ну да, то есть тут важно, чтобы по кругу. Ну, по-моему, вообще не важно. А, нет-нет-нет, сейчас нам надо, чтобы ровно 50%. То есть, чтобы остальные тоже кто-то чего-то выиграл. А, они выиграли у первых, так что... Да, да. Так что тут можно вообще ставить все что угодно. Так что у нас в этом примере ровно 6 команд. Из них 3 не выиграло ни одного матча. Между собой они сыграли 3 партии, каждая с каждой. И сыграли все в ничью. Всего партии было сыграно, соответственно, 15. Да. И 3 из них, 20% было сыграно в ничью. Остальные, либо кто-то выиграл, проиграл. Соответственно... Все, все правильно. Осталось только одно. Да. И теперь надо доказать, что больше н не годятся. Да, ну, соответственно, надо взять... Мне кажется, что надо доказать, что для н там хотя бы 10. Да. У нас вот эта часть, она занимает больше, чем 20%. Правильно, правильно, правильно. А как посчитать количество в этой части? Это, соответственно, у нас n пополам. Угу. Так. Так, n пополам умножить на n пополам минус 1. Так точно. И пополам. Так точно, да. У нас это должно быть больше, чем 1 пятая от... Да, мы тут, чтобы не накрывать. Да, давай. n на n минус 1 пополам. Ну, в общем, я думаю, все. На самом деле, дальше это просто дело техники. Это условие, это то же самое, что n больше 6. Вау. То есть тут ровно так. Ровно, да. Да, просто вот это ровно. Когда мы говорим, что, ну, тут на самом деле больше или равно. То есть должно быть больше или равно. И получается n больше... То есть, точнее, вот условие, ну, понятно, да. Условие, что этих получается у нас... Вот это вот должны быть все ничьи, правильно? А нам известно, что 20% собираются ничью. Значит, на самом деле, вот это вот по условию меньше или равно этого. Ну, да. И это означает n меньше или равно 6. Да, исходно это n больше 6. На самом деле, вот задача звучит как ровно. Вот эти загадки. Там ехал в поезде купец, ел соленый огурец. Как его звали, да. С кем купец ел огурец? Да, 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 да. Почему здесь, понятно, что... Всего лишь два, и сразу только один ответ. Удивительно. Очень красивая задача из этого, из какого-то диафанта. Диафанта, есть такой источник диафанта. Вот, вот мне из него мне дали задачу в машине в Магнитогорске, когда ехали на лыжах кататься. Пользуюсь случаем, хочу пригласить Алексея Владимировича на забеги, которые я провожу. Ну, ты же по субботам проводишь. Да, я по субботам. Каждую субботу в 9 утра вот забег 5 минут. Да, ну давай всех позовем. Да, всех позовем. Потому что дело в том, что Алексей Владимирович по субботам ходит на весь день. А между прочим, мы с Алексеем Владимировичем марафонцы оба. Мы бежали в московский марафон и в прошлом году, и в этом. И в прошлом году я обогнал на 10 секунд, или что это такое. А в этом уже чуть лучше. Да, в этом на часик. Ну, понятно, да, что я дряхлею, и вряд ли вообще я марафон... Ну, хотя, у меня проблема с тем, что марафон будет в октябре, собака. В октябре мне совсем холодно бегать. Ну, да, нормально, да. Бегайте с Юрой, вот. А где? По всей России вообще проходят? Где? Куда надо написать, чтобы с тобой побежать, или как? Сейчас расскажу. По всей России, каждую субботу в 9 утра, в куче, там, более чем 100 парков. Я в это время уже всегда где-то там далеко. Бесплатный, бесплатный забег, как мы любим, на халяву. Забег на 5 километров. Вот, организуем и волонтерами. То есть, это такая дружная там атмосфера. Потом еще можно чайку там попить вместе. Вот я такой у себя в парке организовал, в Филевском парке. Филевский парк? Ну, конечно, в Филевске. Ну, и в Филевском парке такой организовал я, и мы тоже каждую субботу в 9 утра собираемся. Вот, это называется «Пять верст», в интернете все найдете. Ну, и ко мне приезжайте в Фили тоже. Вот, пятерст Фили, у меня это футболка, что я 50 раз там волонтером был. А я похолюганю. Как на станции Фили раздавали крендели. Скажем так. Ну, спасибо. Давай. Всем подкнуть, пока. Субтитры подогнал «Симон»!